Самое восхитительное чувство, конечно же, чувство полёта, которое задаёт такой ритм радости и вот лёгкости. Это, ну, не передать словами. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А можете ли вы сейчас сходу вспомнить, сколько раз становились чемпионом мира? Я не забываю эту информацию. Я 11-кратный чемпион мира. А Россия? Здесь сложнее. По-моему, 10. Я начинал свой путь в городе Сарове. Это город находится в Нижегородской области, он закрытый. А почему вообще это направление? Я, как и многие, был в детстве активным ребёнком, кувыркался, любил физкультуру в детском саду. Но я думаю, что родители всё запланировали, а как бы мы вышли просто погулять и завели меня в секцию акробатики. Я пошёл заниматься, кувыркаться. И, собственно, с этого момента я всё ещё в батуте. Большие победы ждать себя не заставили. Уже в 10 лет Михаил Заломин выиграл первенство России и чемпионат Европы. Дошёл до бронзы на первенстве мира. В 2008 году стал мастером спорта международного класса. После чего переехал в Москву и поступил в училище Лунгийского резерва. Это были самые лучшие годы в моей жизни. Я приехал сюда. Ну всё, опять же, всё сделано так удобно для спортсменов, что зал находится в 300 метрах от училища. То есть мы там проживали, питались. То есть полное обеспечение спортсменов. Это очень здорово. Какое место в столице стало любимым? Измайлово – это мой любимый район. Тут всё есть. Да, изредка мы, бывает, выезжаем с детьми на прогулки. Но в целом Измайлово настолько богат на все развлечения и инфраструктуру, что отсюда и не хочет выезжать. И вот ровно через 10 лет, как вы переехали, вы за один год выиграли вообще всё. Чемпионат России, два этапа Кубка мира и трижды мировое в Токио. Каждая победа, она дорогая, индивидуальная. И даже я не сравниваю их никогда. И самое главное для меня, что нет такого насыщения. А как, кстати, Москомспорт изменился за это время? Да, зал был, конечно же, другой и в плане ремонта. Если мы сейчас рассмотрим зал, в котором я тренируюсь, это один из лучших спортивных комплексов не то что в стране, а в мире. Здесь лучшее оборудование, лучшая обстановка. Москомспорт вот сейчас, он стал более открытым. То есть больше ведется диалога и со спортсменом, и с тренером. Если какие-то существуют вопросы, проблемы, их стараются очень оперативно решать. Записаться в школу прыжков на батуте могут мальчики и девочки от семи лет. Занятия бесплатные и проходят в комплексах Москомспорта, Центр, Юг и училище Олимпийского резерва номер один, где и занимался Михаил Заломин. Сейчас обучение проходит 620 человек. А за все время Москомспорт подготовил десятки призеров российских и мировых первенцев. Какие вы перед собой ставите задачи как тренера? Для меня главная задача, когда я работаю с детьми, это чтобы ребенок пришел здоровый к своим родителям, вернулся. Поэтому следим за дисциплиной и стараемся... Естественно, все свои знания я хочу передать молодому поколению. Ваша жена тоже мастер спорта по прыжкам на батуте. Мы с ней даже вместе выезжали на чемпионат мира, первый чемпионат мира, который я выиграл. Она стала бронзовым призером. Она сейчас является моим вторым тренером. Поэтому у нас неразлучный тандем. И дочкой сейчас занимается. Я счастлив. Отличная история. Идеально подходит для нового проекта. В честь 100-летнего юбилея Москомспорт создал портал 100.mosco.sport В нем о своих победах, начинаниях и мечтах может рассказать не только спортивная знаменитость, но и каждый активный москвич.